Сельхозпроизводство – одно из ключевых направлений стратегии развития Северной Осетии до 2030 года. В рамках программы планируют установить стабильные цены на продукты и сосредоточить фермерский рынок исключительно на местном производстве. Сельхозпроизводителей уже немало. Так, одна из остинских компаний по производству шампиньонов за два месяца работы собрала три рекордных урожая. В планах открыть производство компоста. Предприниматели уверяют, это поможет снизить оптовую цену продукта на 50 рублей. Подробнее – Хеток Плеев. За первые два месяца работы с шампиньоном эта компания по выращиванию грибов собрала урожай аж три раза. Обычно удается получить только две волны. Говорят, было сложно, много нюансов, но результатами они остались довольны. Надо за одно прикосновение собирать гриб, потому что то место, где мы трогаем, то бишь вот получается мы крутим его. Берем двумя пальцами, закручиваем и срезаем ножку. В течение, допустим, 5-7 дней на этом месте могут появиться уже пятна. Нежелательно его перекидывать с одной руки в другую, с ящика в ящик перебирать. Хажби Дамбегов, руководитель предприятия, рассказывает, органическое удобрение для роста грибов привозят из Краснодарского края, а уже в цеху в Северной Осетии работают с готовым компостом. Результаты видны бывают уже на 34-й день. Так, к примеру, в первую волну урожая, к слову, самую плодородную, собрали около 2,5 тонн шампиньонов. К слову, с закупкой готового удобрения тоже есть свои нюансы. И не все устраивает бизнесмена. Мы вот то, что видите, выращенный этот шампиньон, это на довальческом материале. Это приходится из Краснодарского края привозить компост. Это слишком дорого. Соответственно, и себестоимость готового продукта, грибов, высокая получается. Но задача такая, чтобы запустить свой компостный цех. А это как раз то место, где планируют производить компост. Строительно-отделочные работы завершились здесь почти на 90%. Остались последние штрихи, но есть проблема. Нет необходимого оборудования. Чтобы цех заработал, нужно 15 миллионов рублей. Тонкостей работы много, но уже все продумано до мелочей. Здесь происходит пастеризация. Вот как молоко пастеризуют, точно так же компост. Она численно должна быть. Все ненужные бактерии должны быть удалены оттуда. Для этого вот здесь эта масса, порядка 40 тонн, разогревается до 60 градусов и держится порядка 24 часов. В Министерстве сельского хозяйства республики говорят, варианты помочь предпринимателю есть. Например, он может получить грант на развитие. Средства на поддержку выделяются из федерального и республиканского бюджетов. К тому же ведомстве о планах ХАЖБИ Домбегова знают и готовы ему помочь. Мы именно хотим поддержать вот это хозяйство, где работают профессионалы. И они готовы этот компостный цех построить пока на 2000 тонн, что хватать будет практически компоста на всех производителей нашей республики в этой отрасли. И в будущем с перспективой на строительство и выпуска 5000 тонн. Главное, когда производство органического удобрения в республике наладится, то можно ждать и снижения оптовой цены на шампиньоны. Хеток Плиев, Алан Суанов, Александр Левченко. Новости Осетии. Новости Осетии. Новости Осетии. Новости Осетии.